Решение об этом в ходе работы Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства было принято еще в августе этого года. После чего владельцы вхозпостроек несколько раз извещали о сносе 14 сараев и гаражей по береговой 22Б в поселке Вочегодский. Сегодня в очередной раз специалисты администрации обращаются к людям с просьбой самостоятельно убрать с муниципальной земли свое имущество. Администрация муниципального образования Колос обращается к владельцам самовольных построек о добровольном демонтаже. В противном случае данное имущество, находящееся в данных постройках, будет вывезено на территорию службы благоустройства. Если владельцы данного имущества захотят вернуть, то необходимо будут оплатить транспортные расходы, а также захоронение данного имущества. Средняя стоимость порядка 15 тысяч рублей за демонтаж построек. Межведомственная комиссия по пресечению самовольного строительства работает на территории Котласа почти 4 года. За это время в реестр самостроя занесено свыше 1100 объектов. Из них половина уже демонтирована. Конечно, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь перед тем, как снести очередной незаконно установленный гараж или сарайку, администрация проводит большую работу. Во-первых, как минимум за месяц извещает хозяина самостроя о том, что у него есть возможность самостоятельно вывести творение рук своих с муниципальной земли. Если этого не происходит, в дело вступает служба благоустройства, которая экспортирует самовольное строение на территорию своей базы, чтобы после этого вернуть имущество. Его владельцу придется оплатить демонтаж и хранение своей собственности, а это порядка 15 тысяч рублей. Так что у собственников 14 незаконных узпостроек по береговой 22Б в запасе есть еще 8 дней, чтобы самостоятельно убрать свое имущество с муниципальной земли. В этом году данные объекты будут последние. В этом году активная фаза по демонтажу самовольных построек планируется начать с марта месяца.